Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из получения Святаго Иоанна Затаустова на книгу «Деяния апостольских» Нет ничего холоднее христианина, который не заботится о спасении других. Здесь ты не можешь извиняться бедностью, положившая две лепты обличит тебя. И Петр говорит, серебра и золота нет у меня. Деяние 3.6. А Павел был так беден, что часто голодал и не имел необходимой пищи. Не можешь извиняться незнатностью, и они были незнатны и неотзнатны. Не можешь указывать на неученность, и они были неученые. Хотя бы ты был рабом, хотя бы беглецом, и тогда можешь исполнить свое дело. Таков был Иоаннисим. И однако смотри, к чему призывает его Павел, и в какое возводит достоинство. Имеешь общение со мною, говорит, в аузах моих. Послание к Филимону 1.10.17 стихи. Не можешь извиняться немощью. Таков был и Тимофей, часто страдавший недугами. А что он был немощен, послушай. «Употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». 1 Тимофея 5.23 Каждый может быть полезен ближнему, если захочет исполнять, что от него зависит. Не видите ли бесплодных деревьев, как они крепкие, как красивые, рослые, гладкие и высокие. Но если бы у нас был сад, то мы захотели бы лучше иметь плодоносные, гранатовые или масличные деревья, нежели их. Потому что они доставляют только удовольствие, а не пользу. Хотя, впрочем, бывает и от них некоторая малая польза. Таковы те, которые заботятся только о самих себе или даже еще хуже. Они годны только на сожжение. Тогда как те деревья годны и на постройку, и для хранения в них вещей. Таковы были те девы, хотя чистые, украшенные, целомудренные, но никому не приносившие пользы. Поэтому они и осуждаются на сожжение. Матфея 25.1.12 Таковы были не напитавшие Христа. Заметь, никто из них не осуждается за собственные грехи. Ни за прелюбодеяние, ни за клятого преступления. Вообще ни за что, но за то, что не был полезен другому. Матфея 25.41.46 Таков был зарывший талант в землю, безукоризненный по своей жизни, но бесполезный для другого. Матфея 25.18.28 И как такой может быть христианином? Скажи мне, если закваска, смешанная с мукой, не сообщает своего свойства всему смешению, то закваска ли это? Так же, если мир не сообщает благовония приближающимся, то можем ли мы назвать его миром? Не говори, мне невозможно помогать другим. Если бы ты был истинным христианином, то невозможно было бы быть этому. Как то, что составляет свойства вещи, не может быть противно ей, так и здесь, потому что это составляет свойства христианина. Не оскорбляй Бога. Если бы ты сказал, что солнце не может светить, то оскорбил бы его. Если скажешь, что христианин не может приносить пользу, то так же оскорбишь Бога и назовешь его лживым, потому что скорее солнце не будет ни греть, ни светить, нежели христианин не просвещать. Скорее свет сделается тьмой, нежели будет это. Не говори же, что невозможно. Невозможно противоположное этому. Не оскорбляй Бога. Если мы хорошо исполним, что зависит от нас, то без сомнения будет это как естественное следствие. Не может утаиться свет христианина. Не может сокрыться светильник столь светлый. Не будем же нерадивы. Как от добродетелей происходит польза и для нас, и для благоодетельствованных нами, так и от злобы происходит сугубый вред и для нас, и для озлобляемых нами. Пусть, например, какой-нибудь человек простой терпит от другого бесчисленное множество зол, и никто за это пусть не мстит, но даже пусть благодетельствует ему, какого наставления это не будет сильнее, каких слов, каких увещаний, какой ярости это не смягчит и не угасит. Итак, зная это, возлюбим добродетель, потому что невозможно спастись иначе, как проводя настоящую жизнь в таких добрых делах, чтобы сподобиться и будущих благ по благодати человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отсутство Святым Духом слава держа честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.